Сохраним экологию Арктики. В Ненецком округе набирает обороты экологический проект «Чистая Арктика». В формате игры ее участники убирали от мусора территорию в окрестностях поселка Искателей. Акция «Чистая Арктика» в регионе проходит уже второй раз. Сегодня на территории старой зверофермы, несмотря на холод и дождь, собралось более 200 участников, чтобы убрать местную территорию от мусора. Старт акции дал глава региона Юрий Бездудный, а в уборке территории принимали участие не только активисты и волонтеры, но и официальные лица. Здесь собрались неравнодушные люди. Люди, для которых экология не пустой звук. Люди, не те люди, которые пишут об этом, а те люди, активисты, добровольцы, которые действительно хотят, чтобы Арктика была чистой. Друзья, ни дождь, ни снег не могут нас остановить. Мы полны решимости навести в Арктике порядок. За «Чистую Арктику» поздравляю вас с этой экологической акцией. На протяжении двух часов под дождем участники убирали мусор в форме командных игр. Они так и называются «Чистые игры». За собранный мусор жюри начисляли командам баллы. В конечном итоге выявили победителей. Ими стали команда «Городские». Следом за ними коллектив «Экология». Третье место у команды «Строитель». Главным гостем и участником экологической акции стала известная российская телеведущая, журналист и экоблогер Ирена Понарошку, амбассадор проекта «Чистая Арктика». Я борец за экологию, мне небезразлична судьба нашей планеты, и поэтому я с удовольствием принимаю участие. Всегда, когда меня приглашают, будь то остров в Таиланде, или тундра под Нарянмар, или пляж под Мурманском, я всегда рада помочь тем, чем могу. Также в Ненецкий округ принять участие в масштабной акции приехали волонтеры из Краснодарского края. Команда «Южан», принявшая участие в экологической акции на другом краю страны, помогла Крайнему Северу стать намного чище. Мы помогаем наводить чистоту на природе в арктической зоне. Сама акция растирается на территории всей арктической зоны. И сегодня, в данный момент, мы находимся возле города Нарянмар, где с ребятами, с нескольких регионов, в том числе с местными ребятами, наводим порядок и чистоту в Арктике. Экологическое состояние природы напрямую зависит от людей. Любой оставленный на природе фантик от конфеты может нанести вред окружающей среде, не говоря уже о пластике и металлоломе. В условиях Арктики природа восстанавливается очень медленно. Все знают о том, как, к сожалению, страдает непосредственно наша планета от загрязнения. И у меня, как у многодетной мамочки, трое детей, я, безусловно, тоже забочусь об их будущем и также о нашей планете. Так что я считаю, что обязательно нужно сохранять природу, быть более осознанным и действительно принимать непосредственно участие в таких мероприятиях, потому что слова – это слова, а действия – это действия. Напомним, что первый субботник в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» состоялся в Наринмаре в прошлую субботу, 4 сентября. На этот раз волонтеры убрали территорию более 4 гектаров.